И охраняет, и в нокдаун отправляет! Бой с тенью! Заморозил котенка и оторванный бампер! Привет, друзья! То, к чему нельзя быть равнодушным в месте происшествия, покажем главное из того, что случилось в городе и области. И, конечно же, с учетом ваших интересов, заходите в наши соцсети, группа ВКонтакте, Телеграм-канал, каждый день там что-то новенькое. На улице Пролетарской повздорили секьюрити и посетитель ночного клуба. Сначала охранник спорил с мужчиной и говорил, что в курилке его не было, а потом молодой человек левой рукой ударил оппонента по голове. Охранник спорил оппонента по голове, а потом молодой человек левой рукой ударил оппонента по голове. После недолгой возни участников конфликта и очевидцев охранник ушел обратно в заведение. Чем все закончилось и понес ли сотрудник клуба ответственность, автор видео не сообщил. А в чистых прудах произошел бой с дверью. В 7 утра мужчина громко кричал на стеклянную преграду у дома номер 66 по улице Попова. Итогом этого красноречивого монолога стало рукоприкладство. Дверь до конца не сдавалась, а иногда и давала сдачи. Но после нескольких атак алкокаратист взял верх. Затем пьяной походкой мужчина буквально завалился в подъезд. Сейчас сотрудники управляющей компании разыскивают этого хмельного хулигана, чтобы возместить ущерб. Зима близко и брешь в подъезде нужно срочно закрывать. Ощутили холод не только жильцы чистых прудов, но и маленький котенок в Амутнинске. А все из-за мужчины, который оставил на морозе котенка и ушел. Это сняла камера наружного наблюдения. Судя по съемке, житель города подошел к подъезду, осмотрелся. Нет ли свидетелей, достал из сумки пушистика и оставил его замерзать. Затем мужчина ушел. Как выяснилось, добрые люди подобрали кроху, обогрели дома и уже нашли ему новых хозяев. Сегодня утром на перекрестке улиц Солнечной и Воровского сам себя и не только наказал водитель Ауди. Он решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора. В итоге седан остался без бампера и наверняка с увеличенным коэффициентом ОСАГО. Адекватным вождением здесь и не пахло. Невиновному участнику остается надеяться, что у водителя легковушки есть хотя бы страховка. А вот у виновника ДТП на улице Розы Люксембург страховка есть. Кстати, там авария посерьезнее. Травмы получили 4 человека. Водитель Матиза не пропустил Киасол, который ехал по главной дороге. Больше информации об этой и других авариях в нашем материале. Это случилось в 8.40 утра на неравнозначном перекрестке улиц Розы Люксембург и Карла Липнихта. По предварительным данным, 46-летний водитель Део Матиз выехал со второстепенной дороги на главную и не пропустил Киасол. После мощного удара корейский хэтчбэк оказался за пределами дороги. Как уточнили в ГИБДД, в этой аварии травмы получили 3 человека. Это оба водителя, а также пассажир малолитражки. Среди них двое сотрудников доставки. По данным от руководства, у одного ушиб, у второго перелом руки. Пострадавшим медики оказали помощь. Еще одна сегодняшняя авария с пострадавшим произошла на улице Горького в Кирове. По предварительным данным, травмы получила девушка-пешеход. 36-летний мужчина-водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на 18-летнюю девушку-пешехода, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия девушка получила травмы. На перекрестке улиц Ленина и Милицейской столкнулись три автомобиля. Лада 15-й модели, Гранта и Хёнде Солярис. После удара Гранта оказалась на встречной полосе. Информация о виновнике ДТП и пострадавших уточняется. Сергей Пичугин. Место происшествия. Две схожие трагедии произошли за сутки в области. С начала 16 ноября в поселке Юрья закоптился деревянный дом. Внешне здание почти не пострадало, но внутри начал тлеть пол. По предварительной версии следователей, 55-летний мужчина надышался дымом и погиб. Одна из версий причины трагедии – непотушенная сигарета. А вечером 17 ноября в поселке Ключи Кирово-Чепецкого района случилось то же самое. По предварительным данным, из-за курения погиб 50-летний мужчина. Сейчас по обоим происшествиям следователи проводят проверку. Ну а теперь народные ролики. Те, что прислали вы наши зрители и подписчики. Гололед не помеха экстремальному обгону. Так решил водитель Калины на трассе под Кирово-Чепецком. Он, видимо, планировал за секунду закончить маневр, но не получилось. По словам владельца регистратора, он вовремя успел затормозить и съехал на обочину. Одно неверное движение могло спровоцировать крупное ДТП. Еще одного любителя обогнать любой ценой, заметили возле Радужного. Водитель Лады, видимо, хотел успеть на очень важное мероприятие и ценой жизни пошел на обгон двух попутных авто. Когда узнал, что акция «Черная пятница» началась пораньше. Тоже куда-то спешил водитель темного седана на улице Щерса. Он набрал слишком хорошую скорость, чтобы останавливаться. По его мнению, красный сигнал светофора вовсе не повод тормозить. Надеемся, что в такой манере он проезжает не все перекрестки. И это все, что мы хотели вам показать. Ждем ваши реакции в виде лайков и комментариев. Мы все читаем и, конечно же, реагируем. Кстати, отправить ваше бомбическое видео, как обычно, можно по этому номеру или почте. Берегите себя и пока! Субтитры сделал DimaTorzok